Доброй воли Доброй воли Доброй воли Доброй воли но тем не менее. И именно опираясь на эти ресурсы, эти три государства и планировали в течение последних десятилетий суверенного развития свое существование. Самостоятельно во многом, исключительно ориентируясь на отношения только с иностранными инвесторами. Первоначально с инвесторами с Запада, в последние годы с инвесторами с Востока. Сейчас появилась возможность, опираясь на конвенцию, выработать некий общий свод правил, рамку, в соответствии с которой можно будет выстраивать непротиворечащее друг другу совместное экономическое развитие. Строить дороги, прокладывать трубопроводы, разрабатывать углеводородные месторождения и так далее. Развивать коридоры широтные, меридиональные, какие угодно. Остались вопросы, связанные со спорными месторождениями, остались вопросы, связанные с прохождением линий границ, с национальными секторами, с разделом дна и так далее. Но все они носят уже сугубо рабочий характер. Все это уже можно порешать в рамках вот этого общего документа, который был подписан в августе. И третье, что значит, с чем связана историчность вот этого документа, подписания, это вопросы, связанные с безопасностью. По сути, подписание конвенции, и это отметили все эксперты, в первую очередь, закрыл Каспий для вне региональных сил, военных сил. То есть, по сути дела, продвижение вне региональных военных структур, баз, каких-то центров, я не знаю, транзитных перевозок или чего угодно, центров подготовки, центров наблюдений, борьбы за осетра с использованием иностранных военных, не Каспийских. Это сейчас все, ну если не полностью невозможно, то очень серьезно затруднено. Поэтому стороны, подписав конвенцию, лишний раз подтвердили тот тезис и официально задокументировали его, что безопасность Каспийского региона, Каспийского моря, относится к компетенции только пяти прикаспийских государств. Это все.